Как женщине понять, что она встретила того самого мужчину, посланного с судьбой, с которым она может построить семью и быть счастливой? Обязательно досмотрите видео до конца и ознакомьтесь со всеми пятью признаками для того, чтобы, не дай бог, при встрече с мужчиной не упустить свое счастье из рук. И я могу честно сказать, можете на меня даже обидеться, огромное количество женщин, миллионы женщин просирают свое счастье, встречая действительно адекватного мужчину. Ну и мужчины так же делают, ну как в силу своих каких-то психологических особенностей, они упускают нормальных женщин. Мужчины, да. Почему ты все время про этих говоришь? Такого. Что женщин виноваты. Нет, ну это же видео про женщин. Ну да. Ну и все, сиди слушай, внимательно. Вот, первый признак. Женщина встречается с мужчиной, знакомится с ним и сталкивается с ситуацией, когда она может быть с этим мужчиной собой. То есть ей не нужно изображать из себя кого-то. Она может спокойно с ним разговаривать так, как она разговаривает со своими подругами дома, с мамой, с папой, с коллегами по работе. Ей не нужно выделываться, ей не нужно соответствовать какому-то образу. Ей не нужно эмоционально загонять себя в позицию, я должна ему понравиться, я должна произвести на него впечатление. И вот с этим мужчиной ты эмоционально стабильна. Ты не засыпаешь с мыслями, а если мне не позвонит? О боже, он куда-то исчез. О боже, он мне сейчас, завтра мы, наверное, не встретимся. А может быть, я не так что-то ему сказала. То есть вы в отношениях с этим мужчиной чувствуете, что все абсолютно ровно. Но это же скучно, Марк. Это скучно, конечно. Не вызывает эмоций как бы. Не вызывает. А я тебе больше скажу, что девушки, которые сейчас меня смотрят, у них, у большей части этих девушек, есть уже опыт невротических отношений. И тогда пускай, давай зададимся вопросом, а почему эти отношения, в которые они входили как раз-таки с эмоциями, с этой яркой влюбленностью, с эффектами, там, суперэффектами, с этой музыкой, блин, ничего не получилось. Причина какая? Потому что по факту пришли в отношения через свои травмы. Внутреннее состояние человека, особенно психологически незрелого, всегда притягивает к тебе партнера, который подтвердит программу, с которой ты живешь. И здесь мы можем говорить и про ретикулярную активирующую систему, и не только. Миллионы женщин жалуются на то, что они не могут встретить достойного мужчину. По факту. Почему? Потому что у них был опыт встреч с недостойными мужчинами. Говорит ли это о том, что достойных мужчин нет? Есть их очень много. Просто те, кто появляются в твоей жизни, соответствуют твоему внутреннему состоянию содержания. Вы можете сопротивляться этому. Кричать, я такая вся хорошая. Все ваши мужчины пришли на ваши травмы психологические. И естественно, у вас с ними ничего не получилось построить. А первый признак говорит о том, что когда в вашей жизни появляется мужчина, который вас не триггерит, и вы там не трясетесь вся, вот с таким человеком нужно развивать отношения. А вы что делаете? Вы его идентифицируете как скучного, неинтересного, нет какой-то биохимии. По какой-то причине вы же с ним вошли в контакт. И вам безопасно, вот к этой безопасности, к этому комфорту нужно привыкнуть. А вы, в прямом смысле слова, очень часто сливаете этих мужчин, с которыми можно построить отношения. И как раз таки в отношениях с таким мужчиной гораздо более гарантированно вы выйдете на этап крепких чувств, таких как любовь. Не проживете этап влюбленности в эйфории, потом скатитесь к расставанию. А действительно будете открывать для себя что-то интересное. В моей практике таких ситуаций было очень много, когда девушка знакомилась с парнем, понимала, что как-то какая-то химия не срабатывает, но проводя с ним больше времени, общаясь, узнавая его, она понимала, что это тот самый мужчина, которого я когда-то себе прописывала, придумывала, мечтала о нем. И вот он пришел. И а я меня, моя старая программа, что пытается вывести из этих отношений, для того, чтобы я влетела вновь в дебильные отношения. Это о чем говорит? О том, что каждая женщина, которая задумывается о построении отношений с мужчиной, должна стремиться к состоянию психологической зрелости. А состояние психологической зрелости включает в себя очень много направлений, начиная от границ личного пространства, эго-состояния, убеждения установки, сепарации от родителей и так далее. Вот то, о чем я девушкам подробно в схемах, в табличках, в графиках с домашними заданиями рассказываю на своей бесплатной диагностической программе. Я такая одна, удобная или уникальная. Поэтому хватит без причин обвинять мужское общество в том, что среди нас нет нормальных. Идите на программу, пройдите диагностику, и вы будете стопроцентно уверены в том, почему у вас не получаются отношения с достойными мужчинами. Следующий очень важный момент, признак, на который нужно обратить внимание, это как раз-таки отсутствие эффекта вау. То есть, когда вы приходите в отношения с мужчиной, и в этих отношениях ждете реакции вау, господи, спать не могу, есть не могу, алло, Галя, если бы ты знала, какой он, алло, Саша, если бы ты знала, какой он. Ее все трясет, колотит. Не нужно выбирать мужчину через эффект вау. Безусловно, хотим мы этого или нет, особенно ссылаясь на закон эпигаммной дифференциации, вы будете смотреть на мужчин, ну, как минимум, рядом с которым вы оцениваете себя как вполне естественный такой элемент и продолжитель рода. Ну, как мужчина элемент, который дает гарантии некие, вы как элемент, который принимаете эти гарантии. Но, если вы зашли в отношения, где есть эффект вау, вы в этих отношениях очень быстро потеряете друг друга. Потому что биохимия, естественно, препятствует осознанному восприятию партнера. Дофамин, эндорфин, серотонин, вазопресин, окситоцин. Эти гормоны просто вас уничтожат на периоде влюбленности. Вы не обратите внимания на очень важные детали. Где-то закроете глаза на даже недостойное поведение мужчины. И все в опьяненном состоянии. Если у вас было такое, когда вы утопали в гормональной эйфории эмоциональной, и потом проходило время, и все останавливалось и прекращалось, поставьте лайк этому видео. Третий очень важный пункт. Это, конечно, поступки и действия мужчины. Здесь я бы хотел остановиться поподробнее. Если вы видите, что вы, не будучи женой мужчины, с его стороны проявления такие, как будто бы вы его супруга уже, как будто вы его женщина на всю жизнь, он о вас может заботиться, где-то помогать, поддерживать деньгами. Я сейчас не говорю про миллионы. Я недавно смотрел видео, где у одной девушки спрашивают, сколько должен зарабатывать твой муж, мужчина. Она говорит, от миллиона. Ей задают вопрос, а ты сколько зарабатываешь? Она говорит, что 50 или 60 тысяч. Ну, простите меня, на мой взгляд, эта женщина, вот девушка, которая там стояла, она не выделяется какой-то суперкрасотой, супервнешностью и интеллектуальными способностями тоже. И возникает вполне резонный вопрос. А откуда такая охущесть? Ну, правда. Вот это мужской вопрос, не вопрос психолога. Откуда в женщинах такая охущесть? Мне нужен мужчина от миллиона рублей. Блядь, а ты знаешь, как заработать миллион рублей? Вот мужчине в современном мире, чтобы заработать миллион рублей в месяц, нужно разорвать, блядь, себя на кусочки. Я объясню, почему. Если вы посмотрите статистику, в Российской Федерации один процент мужчин зарабатывает около миллион, миллион там рублей. Один процент. Теперь посчитайте, какое количество мужчин попадает в возрастную группу, которую вы хотите себе там встретить, там 35, ему лет 40. И посмотрите, сколько их вообще, таких мужчин. Их немного. И я понимаю, что у меня осознанная аудитория. Я прошу вас, девушки, напишите, только не придумывая себе, не фантазируя, сколько, по вашему мнению, вы бы хотели, чтобы зарабатывал ваш мужчина. Понятно, что вы можете мечтать и о 10 миллионах рублей в месяц. Но я сейчас говорю о той комфортной сумме, которая будет устраивать вашу семью. Когда вы будете беременны, еще раз беременны, либо не сможете по какой-то причине работать, напишите. И, естественно, поддержите друг друга. И лайкайте комментарии, и комментируйте комментарии. Это очень важно. И несмотря на такую даже грубоватость с моей стороны, почему я так возмущаюсь? Я действительно встречаю сейчас конфликты между мужчинами и женщинами, где женщина претендует на позицию, хочу все сразу здесь и сейчас, но таких мужчин немного, которые могут женщине дать сразу все здесь и сейчас. Плюс не забывайте, что когда действительно встречаются два человека близких друг к другу, и в этих отношениях могут быть действительно какие-то незакрытые ожидания финансовые, но за счет любви, уважения, взаимоподдержки, мотивации, ваш мужчина может вырасти у вас на глазах, стать успешнее, ярче. И такие отношения, если они зрелые психологически, тем более, они будут очень крепкими. А когда вы приходите на все готовое, это тоже неплохо. Это неплохо в случае, если мужчина имеет такую возможность. А когда женщина приходит в отношения и загоняет мужчину в позицию, ты должен меня удивлять, а он не может удивлять тебя сейчас. Ну, не может он прийти к тебе с кортье и показать тебе его. А ты, блин, ходишь, рассказываешь всем вокруг, сидят, просто была такая история. Сидит парень, у него нет денег. Вот он, ты понимаешь, сколько кортье стоит? Ну, плюс-минус, да? Ну, я тебе могу просто пример привести. Я дарил своей жене кортье разное. Там ценник начинается, по-моему, от 700 тысяч. Это самый простой такой браслет, их 700 тысяч. Понимаешь? И есть там, безусловно, и по 5, и по 10, и по 15 миллионов рублей. Я никто не против. Ты можешь мечтать о таком браслете. И, может быть, действительно тебе этот муж купит его. Но когда сидит этот парень, который зарабатывает в месяц 120 тысяч, при этом этот человек, парень, оплачивает детский сад, значит, ребенку своей девушке, приносит продукты домой, как может оплачивать там бытовые услуги, она тоже принимает участие, но у нее зарплата 40 тысяч. Понимаешь? Вот у них бюджет получается, 160. И она приселит и постоянно при подругах, при друзьях, говорит, вот, я себе хочу этот картин, ну, дарят же другие мужчины своим женщинам. То есть она вгоняет, эта манипуляция чистая. Но мечтать же можно, что плохого? Нет, подожди. Нет. Когда женщина подходит к своему мужчине и показывает ему браслет этот, и говорит, я тебя так люблю сильно, я верю в тебя, я знаю, что мы вырастим вместе. Не ты мне это все сделаешь. Иди, докажи мне, что ты тут крутой. Я верю, что мы с тобой, наши отношения, наша пара будут многогранно расти. И когда у тебя будет такая возможность, я знаю, что ты мне его купишь. Вот это мечтать рядом с мужчиной. Он не почувствует себя ущемленным. А когда она говорит о третьих, о других мужчинах, в присутствии своего мужчины, что ну дарят же другим девушкам, может быть, когда-нибудь им не повезет, это провокация и манипуляция. В этот момент себя мужчина чувствует максимально дискомфортно. Он чувствует себя униженным, опущенным, недоделанным, уступающим другим мужчинам. И вот ты что думаешь, он купил ей этот кортье? Они через 4 месяца расстались. Потому что эта дура провоцировала его постоянно. То она, блин, его сумку мне, Шанель, надо, тоже не ему это говорит, а другим, он уже открытым текстом. Ты можешь мне об этом говорить? Ты можешь себе сделать доску желаний. Я буду с удовольствием знакомиться с ней. Я себе доску желаний сделал. Я вот хочу Феррари. Там, знаешь, мечтаю. А он, ну, парень такой в развитии, молодой. Причем она старше на 6 лет. Ей там под 30, наверное, да? А ему где-то 24-23 года. Слушай, найти такого парнишку с такой степенью ответственности, осознанности и относиться к нему как к быку, которого там доить можно. Но это, я считаю, что это просто зашквар. Я понимаю, что очень часто женщины совершают такие бессознательные ошибки. Я часто записываю об этом видео. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь, поставьте колокольчик, нажмите на него, чтобы не пропускать другие видео. Четвертое. Мужчина очень часто использует формулировку «мы». Да, вот, допустим, есть категория мужчин, которые в отношениях женщины говорят, блин, наверное, так хочу полететь на море летом. А как бы женщина, опа, даже элементарный пример приведу. Девушка пишет в Инстаграм, Марк, здравствуйте. Мне молодой человек, с которым мы уже почти полгода в отношениях, а нет, вру, 4 месяца в отношениях, написал сообщение в WhatsApp, типа, меня в пятницу пригласили на день рождения. И как бы, а я в ступоре, я не знаю, как бы меня, меня, это ты имеешь в виду себя только, или когда ты говоришь меня, значит, автоматом попадаю я под эту категорию. Как бы не было фразы, не было «мы». Да вот, никто мне не сказал «мы». Как-то спросить. Я говорю, слушай, ну спроси прямо. Вот. И она перезванивает ему и говорит, слушай, а как тебя пригласили? Он говорит, ну, меня пригласили, ну, как бы мы пойдем вместе. Она говорит, а что, ты переживаешь, что ли? Нет, просто ты же не говоришь «мы». Нас пригласили. Говорит, меня пригласили. Это мой друг. Он мне позвонил и сказал там, Вася, приходи на день рождения, жду тебя. Я ему и спросил, встреча на дне рождения подразумевает присутствие только мальчиков или девочки еще наши могут быть. Он говорит, нет, с девчонками встречаемся. Все. Но при этом, и здесь может быть тоже быть конфликт, правда, она могла бы, эта женщина ходить себе там, накручивать, девушка спросила, задала вопрос, ответила. Но такое часто бывает, когда вы в отношениях с мужчиной чувствуете себя лишней. То есть, как с вами заниматься сексом, либо съесть вашу котлету, которую вы приготовили, надеть трусы на себя чистые, которые вы выстирали, высушили. Это значит «мы». А вот если, например, куда-то пойти или поехать «я», безусловно, мы даже разговаривали, сидели с ребятами, очень часто пикаперы используют такой прием, когда на ранних стадиях отношениях включают «мы» формулировку для того, чтобы так прогнозировать будущее НЛП, знаете, нейролингвистическое программирование, для того, чтобы вы нейроассоциативно уже расслабились и видели себя с этим мужчиной и через год, и через два, и через три. А он под шумок вас в постель затащил, переспал, бросил и соскочил. Но здесь очень важно отслеживать все пункты и прислушиваться к себе. И я вас уверяю, каким бы пикапером ни был классным чуваком, ни у одного пикапера нет желания заниматься соблазнением женщины на протяжении месяца, двух и трех, что он больной, что ли? То есть ему просто нужно переспать с кем-то. Он найдет себя побыстрее другую. Поэтому здесь очень важно обращать внимание на такие вещи. Если мужчина говорит о вас, о ваших отношениях, мы поедем, мы полетим, мы сделаем, мы купим, мы там, не знаю, пойдем учиться и так далее, это очень хороший знак. А если у него периодически проскакивает я? Бывает же такое? Конечно, бывает. Слушай, вы жили до этого времени вообще сами по себе. Может быть, были в других отношениях, а может быть, длительное время были без отношений. И у меня, например, тоже так было первое время, когда мы с Настей познакомились и проскальзывало. Я или она могла сказать, я решила, что нужно. Ой, мы. Мы решили же, да? Понимаешь? Ну, это нормальная история. Ну, теперь к этому цепляться постоянно. Я, я, мы, мы. И так понятно. Но здесь очень важный момент, на который женщины часто не обращают внимания. Вы входите в отношения с мужчинами, в голове у вас один образ, чтобы вы понимали, а видите перед собой, как правило, немножко другой образ. И вы пытаетесь этого мужчину переделать. Это катастрофа. А кто так себя ведет? Женщины не вратички. И, к большому сожалению, я, возможно, кого-то из вас сейчас обижу. Можете обидеться, но правда, она и в Африке правда. Вот смотрите, задайте себе очень простой вопрос. В каких отношениях вы были до того, как остались свободной женщиной? Вот, возможно, у вас сейчас нет отношений, либо только начинаются. И вы ответите на вопрос «Я знаю как». Кто-то скажет, что я была в отношениях с алкоголиком, кто-то скажет, я была в отношениях с наркоманом, с абьюзером, с маменькиным сыночком, с альфонсом, с лентяем, с там, со жлобом каким-то, с психопатом и начнете перечислять. Возникает вопрос «А вы что считаете, что бывшая жена или девушка алкоголика, наркомана, абьюзера может построить отношения с зрелым психологическим мужчиной? Шансов ноль. Запомните это». Почему? В смысле? Он же алкоголик, я чья не алкашка. Подожди. Стоп, я сейчас тебе объясню. Женщина, которая имеет опыт невротических отношений, созависимых отношений, не проработавшая себя в психотерапии после расставания, это небезопасная женщина для отношений. Прости за грубость, пи***ц мужчине, который встретит такую женщину. Этап влюбленности закончится, она его сведет с ума. Почему? Она в эти отношения принесет все свои страхи из прошлых отношений. И вот сейчас девушки это услышат, и я знаю, что вас это жутко бесит, то, что я сейчас говорю. Но вы можете брыкаться сколько угодно. Знаете почему? Когда вы зайдете в следующее отношение, и там приблизительно сценарий будет такой же, вы вспомните мои слова. Я о них и пытаюсь там напророчить вам беду, но вы вспомните мои слова. Не может, еще раз повторюсь, вот женщина была в отношениях с абьюзером, в роли жертвы, он там издевался над ней, изменял, эмоционально подавлял. Вот отношения даже год продлились такие, и она из них вышла. Перед тем, как пойти в следующее отношение, нужна диагностика и работа над собой. Если этого нет, следующие отношения будут еще хуже, чем те, в которых вы были. Поэтому, если вы будете себя обманывать дальше, вы никогда не построите отношения. Если вы действительно задумаетесь о работе над собой, под этим видео есть ссылка на мою бесплатную диагностическую программу. В результате диагностики вы поймете, где, по какой причине, через какие травмы, через какие убеждения и установки я притягиваю в свою жизнь мужчину, с которым не могу быть счастливым. Так что регистрируйтесь из любой точки мира, бесплатно принимайте участие. Ну и очень важный такой пункт, на который нужно обратить внимание, как понять, что этот мужчина действительно тот, с кем стоит продолжать общение. Очень часто девушки, встречая мужчин, пугаются быстрого предложения заняться сексом. То есть мужчина начинает намекать, давай, может быть, там ко мне еще куда-то пятая-двадцатая. Безусловно, есть женщины разные. Есть те, которые соглашаются, и полетело. Есть, которые кричат, ты что, только после свадьбы кто-то оскорбляется, кто-то обижается. Но я действительно все-таки сторонник того, чтобы прежде, чем лечь в постель с мужчиной, пройти определенные этапы взаимоотношений. И если вы видите, что на вашу культурную просьбу, не на отказ, на вашу культурную просьбу немножко отсрочить сексуальный контакт, мужчина реагирует нормально и не пытается манипуляциями вас задавить, вызвать чувство вины. То есть задача женщины почувствовать себя безопасно рядом с мужчиной. И эмоционально, и психологически, и физически. Понять этого человека, понять, кто перед вами находится, его принципы жизненные, ценности, окружение. А когда вы идете в постель, ложитесь с мужчиной, это катастрофа. Я расскажу одну историю. Девушка, я уже рассказывал одну зашкварненную историю, это история, которая произошла в прошлом году без фамилии, без имен. Девушка у меня сейчас, то есть проходила у меня мои программы терапевтические в групповой динамике. Вот я вам просто хочу рассказать одну историю. Она познакомилась с парнем, он ухаживал за ней три дня или четыре. И они пришли к нему домой. И остались у него дома спать. Естественно, была близость, все. А он живет в такой хрущевке, но обычный парень. И она решила утром собрать постель, диван. А диван такая книжка, знаете, поднимаешь, щелк, задвинул. И она поднимает, а он шел куда-то там на кухню, либо в ванную. И она поднимает крышку, а там труп уже такой, мумифицированный. Просто тело лежит, вот так вдоль. У нее шок. Она говорит, я еле сдержала себя, чтобы не заорать. Я опускаю это все обратно. Меня начинает трясти. Я вот так сажусь, не понимаю, что мне делать. Я понимаю, что мне нужно бежать отсюда. Потом у меня возникла мысль, может быть, это вообще не его квартира. Потом я понимаю, нет, это его квартира. То есть он мне сказал, что он здесь живет. Это девушка, каким-то образом. А она говорит, я вижу, он ходит по квартире какой-то, ну сам не свой. Какой-то вот вал что-то делает, суетится, на часы смотрит, там как, ну подходит в глазок, дверной посмотрел, там, там. И я попросил, давай примем ванну с пенкой. Может быть, весь Иван Иванович посидим. И он пошел набирать ванну. Я как успел взять вещи свои, вылетела, я голая была, ну там, в Нижнем Беле, одевалась на ступеньках и бежала вниз. И когда он побежал за мной, я уже начала кричать, консервши, вызывайте полицию, помогите, тут убивают. Я уже не знал, что кричать, что привлечь к себе внимание. Он испугался и закрылся в квартире. И когда приехала полиция и вскрыли эту квартиру, его, естественно, арестовали, этому трупаку уже там что-то около 7 месяцев. Что-то он с ним сделал, короче, там обработал как-то, чтобы он не вонял. И ты думал, что он там один был? Нет. Еще один трупак, или там два их, по-моему, было. Были в другой комнате. Да, тут ты такие истории придумал, или там кино посмотрел, наверное. Слушай, я у меня в Инстаграм, чтобы ты понимал, в день прилетает порядка 700 вопросов. Из этих 700 вопросов, ну, наверное, процентов 6. Это просто жуткие истории. Вот мне вчера женщина написала, говорит, я встречаюсь с мужчиной, а он хочет, чтобы я, ну, мы спим в одной комнате, там его ребенок спит маленький. Вот. И он не занимается со мной сексом, а когда ребенка берет на выходные, вот, он занимается со мной сексом, но при одном условии, что когда его сын засыпает, а он маленький, ему 6 лет, он его раздевает догола, он лежит на кроватке своей рядом, голый. И только так он может возбудиться и заняться сексом со мной. Если я опубликую все истории и те вопросы, и то сумасшествие, которое приходит, просто я в контексте эту историю рассказываю, чтобы женщины даже в этом случае задумывались, то есть не перлись так быстро к незнакомому человеку в квартиру. Вот мы же недавно с тобой, по-моему, говорили, да, про в Перми, по-моему, случай, где чувак прямой эфир вел, то есть она общалась с ним, он был нормальный, оказалось у него дома, у него кукушка уехала, он включает инстаграм и начинает вести прямой эфир, направляет на нее телефон, она ревет, стоит и орет, люди добрые, помогите, помогите, если меня убивают, а он говорит, мне, у него там нож в руке еще, или что-то, или топор был, и он снимает видео и говорит, мне демоны приказали уничтожить тебя, ты мешаешь этому миру быть чище, и он реально хотел ее захерячить, и люди услышали, там кто-то увидел этот инстаграм, приехала полиция, выбили нахрен дверь, этого придурка, бля, в каталажку и увезли, мы просто живем в такое время, когда есть более важные новости и события, пока мы это видео с тобой записывали, где-то какой-то урод там совершил какие-то чудовищные действия там с какой-то женщиной либо ребенком, извращук столько, ты себе даже представить не можешь.